Крузенштерн. Не человек и не пароход, а четырехмачтовый барк. Почти через 40 лет вновь зашел в Севастопольский порт. Поднимаясь на палубу, чувствуешь вкус дальних странствий и величие океана. И не спроста, ведь на борту именно этого парусника было открыто электрическое поле морских глубин и проведена первая в мире съемка с буксируемым магнитометром, процедура, без которой просто невозможно представить современное мореплавание. Крузенштерн вообще сверхсовременный барк. Несмотря на то, что через два года он отметит 90-летний юбилей, названный в честь мореплавателя, который осуществил первую русскую кругосветку, парусник продолжил дело великого адмирала и два раза обошел вокруг Земли, в свою очередь тоже подарив имя одной из подводных гор в Атлантическом океане. С 2009 по 2010 годы Крузенштерн совершил международную трансатлантическую экспедицию, посвященную 65-й годовщине Победы. Это 9 мая барк встретит в городе русской славы, но в военно-морском параде ко дню Победы парусник будет участвовать впервые. В парадах Победы барк не принимал участие. Это будет первое и это особенно значимо, потому что это в легендарнейшем городе нашей страны и там, где этот праздник самый-самый большой в году, насколько мы знаем. 9 мая Крузенштерн станет на рейде Севастопольской бухты наравне с кораблями Черноморского флота. И это несмотря на то, что сейчас парусник принадлежит Балтийской академии рыбопромыслового флота. Для нас действительно очень важен заход парусника сюда, в том числе и для курсантов, которые находятся на паруснике. Безусловно, для них вот это живое общение с ветеранами – это дополнительная гордость и дополнительное воспитание патриотизма. Красота и величие парусника мало кого могут оставить равнодушным. С момента прибытия в Севастополь барк уже посетила более 12 тысяч горожан, а для некоторых прогулка по палубе и вовсе запомнится на всю жизнь. Глядя на Рею, понимаешь, почему его назвали Винджаммер, то есть выжиматель ветра. До войны Крузенштерн, тогда он еще носил имя Падуя, идя под парусами, двигателей при постройке просто не было, по скорости мог конкурировать с пароходами. В своем классе ему почти нет равных. В музее барка огромное количество грамот и призов с крупнейших международных соревнований и регат, в том числе и мирового масштаба. К слову, практику на барке ежегодно проходит более 350 курсантов, изучающих различные морские специальности в профильных учебных заведениях. Их, как замечают наставники, на судно приходят мальчишки, а уходят моряки. Здесь как бы все вместе делается, все паруса расставляются, все в команде. Хороший по размерам, у нас даже страшно, даже если матросы лезут на эти мальчишки, но в принципе мне нравятся. В следующий раз прогуляться по палубе барка Крузенштерн севастопольцы смогут уже после Дня Победы. 10 мая с 10 утра до 17 вечера. Александра Толкачева, Виталий Козловский. Программа «Наше время».